В железнодорожном районном суде вынесен приговор хабаровчанину, который застрелил генерального директора хабаровской строительной фирмы. Преступление, подробности которого были оглашены в зале суда, было совершено около в состоянке башня, близ железнодорожного вокзала. Нынешний подсудимый пришел сюда на встречу со своим бывшим работодателем, чтобы обсудить финансовую тяжбу. Спор, который тянулся около года, возник из-за крупной суммы денег, который один был должен другому. Коммерсант приехал на джипе, в машине находился его 18-летний внук. Подошедший к ним подсудимый стрелял дважды. Первый же заряд свинца попал в директора, он скончался прямо за рулем. Гладкоствольный карабин, который стал орудием преступления, фигурант взял у родственника без его ведома. Финансовые отношения участников этого дела были отнюдь непрозрачными. На первоначальном этапе следствие полагало, что кредитор убил должника. Оказалось наоборот. Было представлено в вашей программе, что он приехал навстречу вымогать и забирать деньги. Это абсолютно неправда и не соответствует действительности. При оглашении приговора было озвучено следующее. 10 тысяч долларов обвиняемый занял у своего начальника перед тем, как уехать на строящийся объект в Николаевский район. Подсудимый занял деньги у потерпевшего в размере 300 тысяч рублей, о чем написал ему расписку. После возвращения в Хабаровск обещанное мужчина так и не вернул. Судебные тяжбы о возврате долга длились несколько месяцев. Отношения между мужчинами, разумеется, были неприязненными. Отец обращается в суд. Было первое решение суда мирового, что есть документально зафиксировано, что подозреваемый ему был должен. По версии же подсудимого, полученные деньги он считал авансом за работу. Так или иначе, но свою вину в убийстве бывшего работодателя мужчина признал. Причем признавал он ее с самого начала, еще на месте преступления. Полицию и скорую помощь к джипу вызвал именно он. Во время следствия было установлено, что обвиняемый накануне совершения убийства находился в длительной психотравмирующей ситуации, однако был в состоянии руководить своими действиями. Заключение – вменяем. Итог – обвинительный приговор по двум статьям Уголовного кодекса – за умышленное убийство и незаконный оборот огнестрельного оружия. Осужденный 1962 года рождения приговорен к девяти годам исправительной колонии строгого режима. С места происшествия Виталина Кондрахина, Анастасия Кузьмина и Антон Индыченко.